Всем привет! Хоккейный клуб «Красная звезда» и молодежная хоккейная лига продолжают наш совместный проект. Сегодня мы посмотрим за игрой Александра Барабанова и попробуем повторить пару его замечательных финтов. Саш, что будем сегодня делать? Всех приветствую! Сегодня мы разберем два обыгрыша. Первый – это обыгрыш под себя, второй – с подпусканием через коньки. Давайте попробуем это сделать! Чтобы обыграть соперника, существует много способов. Главное – научиться обманным движениям. Смысл обманного движения в том, чтобы соперник поверил в этот маневр, чтобы вызвать его в атаку в ложном направлении, а самому – ввести его. Чтобы обыграть соперника под себя, нужно перенести вес тела на ногу со стороны той руки, которая находится внизу. Толкнуть шайбу от себя и затем концом крюка подтянуть к себе, при этом толкаясь одной ногой в противоположную сторону. После того, как мы подтянули шайбу к себе, переводим ее в другую сторону. В ту сторону, куда мы только что сделали толчок. И уходим от соперника. Выполняя финт с подпусканием шайбы под ноги соперника, убираем шайбу в сторону и переносим вес тела на ближнюю к шайбе ногу. Отводим клюшку, контролирующую шайбу, максимально назад, практически за спину. Прокидываем шайбу между ног, концом круга клюшки толкая ее в противоположный конек. Очень красивый и эффектный финт. По легенде, первым стал выполнять шведский центральный нападающий Ульф Стернер. Во всяком случае, именно у него этот финт подглядел в 1963 году Анатолий Фирсов и довел его до такого совершенства, что у защитников просто не было шансов отобрать шайбу. Стоит сказать, что финт довольно сложен не только для защитника, но и нападающий игрок должен выполнить все идеально. Сегодня мы разобрали несколько вариантов обводки от олимпийского чемпиона Александра Барабанова. Саш, скажи, пожалуйста, на что нужно обратить внимание, когда отрабатываешь этот технический элемент, как на льду, так и в зале? Очень важно иметь чувство дистанции при обыгрыше и обязательно показывать обманное движение или передачу, или бросок. Развивайте и совершенствуйте технику владения клюшки. Всем спасибо! Увидимся в следующих выпусках! Субтитры сделал DimaTorzok